Детские сады в городе Вулканешты возобновили свою работу после скандала, разразившегося на прошлой неделе между директорами дошкольных учреждений и членами местного совета. В знак протеста против решения местных избранников сократить бюджет мэрии Вулканешт и уменьшить число сотрудников детсадов, директора дошкольных заведений просто вывесили на воротах замки. Мэр города Виктор Петриоглу говорит, что возобновление работы детских садов – это форма компромисса, поскольку окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Сейчас они уже работают, все детские сады. Городской совет рассмотрел пока некоторые вопросы, но не знаем, какое решение будет принято при заседании самого городского совета. Поэтому у нас пока вопрос остается открытым. А какие вопросы они рассмотрели? Для нас очень важны специалисты, которые ответственны за электрификацию. Это во-первых. Второе. У нас там практически четыре статьи бюджета идут с минусом. Это искусственное принятие бюджета с отрицательным балансом для того, чтобы примария не могла и не имела возможности оплатить за свет, за газ, за заработную плату выплачивать. Скандал разгорелся неделю назад, когда члены местного совета Вулканешт, большинство из которых представляет ПСРМ, изменили расходы мэрии без учета реальных потребностей города. В результате 25 сотрудников ключевых управлений потеряли работу. В конце прошлой недели сотрудники мэрии вышли на протест в центре города. 1 сентября отключен интернет в примарии за неуплату на счетах 7 миллионов. Я буду это подчеркивать. Не исключено, что еще дней 10 отключат свет в примарии. Мэр Вулканешт Виктор Петриоглу говорит, что существенные суммы были выделены на не столь важные для города траты. На какой-то статье было снято миллион, на каких-то миллион 600, и были перенаправлены деньги на такие статьи, как поддержка культов. То есть это выделение финансов на церковь, материальная помощь, спортивные мероприятия. Вы знаете, сегодня примария не является спортучреждением, и для нас 700 тысяч лей практически в истории нашего города такой суммы не было. Для нас было достаточно 10-15 тысяч лей. Решения местных советников особенно не понравились работникам службы по обслуживанию территорий. Пусть они уходят, требовали люди. Я один обеспечиваю семью, чем мне жить, чем платить за газ, чем мне питаться, как мне ребенка смотреть, я не могу понять. Наши пенсионеры тоже, мы с кожи вон лезем, чтобы убирать голод от этого города, а они нас не считают. Если они не хотят и не могут руководить городом, пусть они уйдут с этой фракции. Я сегодня в отпуску, но я пришел, еще он нужен. Были работники еще из ПУДЖКХ, здесь САПО-каналы были. Но и также люди, я лично соседям сказал, приходите, знакомые своим. То есть люди не только с организацией. Есть очень много людей, которые переживают в прямом смысле за город, потому что последние три года мы не развиваемся, мы не можем закончить улицу Котовского. Понимаете, которые просто этот бюджет поделили на две части. То есть одна часть денег выделена до середины построили, а вторую не могут. Инженер, отвечающий за электричество, ушел после того, как члены совета уменьшили его зарплату вдвое. Директора учреждений говорят, что в случае какой-то аварии им некому даже позвонить. Это человек, который отвечает за пожарную безопасность, за электробезопасность, за охрану труда, за газовые приборы, котлы, которые вот скоро отопительный сезон. Мы, я в частности, как руководитель, у меня нет ни допуска к этим, у меня нет допуска, у меня нет разрешительных документов, я за это на себя ответственность не беру. Родители более чем 800 детей были вынуждены решать, на попече никого они могут оставить своих детей. Воспитательница мне вчера позвонила, сказала, что садик не работает, потому что выключили свет, интернет, нету садики. И ребенок сейчас с бабушкой. Виктор Петриоглу обвинил местных избранников в саботаже. Я понимаю, что это делается умышленно для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова. То есть это начинается с малого. По каждым городам и потом, естественно, они начнут говорить о том, что вот, примар не справляется с обязанностями или там Кишинев виноват. У нас все время стараются найти какого-то виновного. Хотя на самом деле виновны сами. Мы позвонили советнику по СРМ Волконештах Николаю Черневу, чтобы узнать его позицию на этот счет. По его словам, совет выделил мэрии достаточно финансов для оплаты счетов и выплаты зарплат сотрудникам. Чернев считает, что Петриоглу занимается пиаром накануне выборов. Все вот эти вот деньги были выделены. Все, все, все. То есть они могут платить за газ, за электричество? Кто? Садики и примария. Зарплату платить. Если городской совет проголосовал и выделил деньги, все, которые полагаются, им все выделил. Он пиарится. Скоро выборы. И он пиарится везде. Вот позавчера был в Волконештах дождь, опять социалисты виноваты, городской совет. Завтра будет землетрясение, для него опять социалисты виноваты. Два года назад мэрия города Волконешты также организовала бойкут по аналогичным причинам. Тогда учреждение приостановило свою деятельность на неопределенный срок. Субтитры создавал DimaTorzok